Не способная победить украинскую армию, Россия воюет с гражданским населением. То, что в мороз миллионы украинцев остались без света, тепла и воды, становится для российской пропаганды поводом для радости. Таким образом, Кремль надеется заставить украинцев остановить борьбу за свою страну. Но трудности только сильнее сплотили людей. Ведь пока государственные сети восстанавливаются после атаки, граждане сами приходят на помощь друг другу. У нас установлены аккумуляторные батареи. Есть зарядные станции для автомобильных аккумуляторов. И вот из них идет вывод на инвертор на 3 кВт, от которого питается специальная розетка, отдельная электросеть, с которой мы даем питание на приборы для нашего кафе. Такой набор позволяет кофейне Ярослава работать без подключения к сети несколько суток. А посетители могут бесплатно зарядить здесь свои гаджеты. На холоде телефон садится быстрее, поэтому такие точки под зарядки очень важны. Это помогает людям связываться с родными и безопасно добираться домой. И таких ответственных бизнесов множество. По словам Ярослава, сейчас гораздо важнее работать на общество, а не на максимальную прибыль. Когда нам что-то пытаются сломать, русские обстреливают наши электростанции. Мы для себя и для людей восстанавливаем это электроснабжение. Не так качественно, как когда оно было сетевое, но вот так приватно понемногу. И это очень важно, чтобы люди не сломались. Потому что когда война, пора выходить людям к людям, помогать друг другу, познакомиться с соседями по улице, пригласить к себе погреться и выпить кофе, поставить на зарядку. Это очень важно. Если мы будем вместе, мы это переживем и удержимся. Помогает украинцам и большой сетевой бизнес, который может позволить себе промышленные генераторы. Там, где есть передатчики связи, с которой сейчас проблемы, даже организовывают для посетителей места для удаленной работы или учебы. Весь час рабочий. Все время рабочее. Это с 9 до 8. Любой, кому нужно подзарядиться. Или просто доступ к интернету, чтобы связаться с родными. Может этим воспользоваться. В этом есть такая философия победы. Если мы не будем помогать друг другу, то и смысла в этом вообще не будет. Потому делаем то, что можем, и помогаем. Если у нас это есть, то почему мы не можем этим поделиться? Благодаря таким частым инициативам и героизму украинских энергетиков, энергосистема Украины остается стабильной и быстро восстанавливается до необходимого уровня после обстрелов. Россия проигрывает даже эту войну против безоружных мирных граждан. Поэтому Москва регулярно вбрасывает дезинформацию, стараясь вызвать панику. Так Украинерго заявила о распространении фейкового письма, где директор компании заявлял о возобновлении экспорта электроэнергии. Украинцы уже привыкли к таким провокациям, поэтому эффекта они не оказывают. Вместо этого люди верят в победу Украины и благодарят бизнес за полезные инициативы. Так очень здорово, очень классно. Всегда сюда прихожу работать, когда света нет. Чтобы поддерживать связь с друзьями и родными, прихожу сюда. Оценил бы на 10 из 10. Я очень довольна. Здесь тепло, есть свет и вай-фай. Можно позвонить, связаться. Как говорится, украинцы несокрушимые. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия нанесла 477 ударов по объектам критической инфраструктуры Украины. Такая тактика избирательного террора против гражданского населения подталкивает все больше государств признавать действия Москвы геноцидом украинского народа, а российский режим – террористическим. Данила Кобза, Сергей Савчук. Для телеканала Freedom.